Ну а если ты любишь смотреть видосики на ютубе, тогда ставь лайк за 3 секунды, считаю, раз, два, три! Привет, ребята, меня зовут Алексис, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку Super Hero Hand, то есть рука супергероя. Это у нас, ребятушки, рука Человек-паука. Мы можем, кстати, её немножечко прокачать, давайте-ка мы это сделаем, покупаем одно ДНК и ставим её вот сюда. Вот, смотрите, рука сразу немножечко преобразила другой вид. Так, и, ребятушки, нам этой рукой сейчас придётся с вами уничтожать вот этих вот бегущих пареньков. Мы, получается, их останавливаем нашей паутиной. Ребят, игра реально очень прикольная, поэтому я надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, если вдруг кто-то ещё из вас этого не сделал. Так, прокачиваем Fire Raid, и вот это вот, ребятки, в принципе, наша может быть дополнительная рука, но, к сожалению, ребят, нам не хватило ещё одного выстрела, чтобы её взять себе. Следующая рука, за которую мы с вами сможем поиграть, это у нас, я вижу, рука Таноса, ребятки. Вон она вот там вдалеке вращается, и мы обязательно её с вами откроем. Но пока что давайте покупать ДНК, в принципе, на все наши деньги. Так, это мы можем сразу прокачать. Так, это вот сюда вот. О, ничего себе, мы сможем прокачать эту руку до третьего уровня, посмотрите. Это классно. Так, я вижу то, что, в принципе, мы можем, наверное, эти мишени уже разбить. Раз, два, три, и ещё раз, пожалуйста, отлично. Мы успели, ребятки, нанести достаточное количество ударов, и у нас уже, ребятки, на втором уровне три руки, представляете, как же круто. Может быть, мы даже с вами сможем дойти до финиша? Ну, посмотрим. И открыть уже, открыть новую руку. Так, прокачиваем ещё с вами скорость выстрела, и она у нас довольно-таки мощная. Так, собираем, ребятки, денюжки. Мы с вами можем уже заработать реально очень и очень много денюжек. Так, и постараемся пробить как можно глубже, ребятки. Пробиваем именно глубь, пробиваем центр. Ну, мы неплохо с вами, конечно, пробили, и заработали достаточно много денег. Так, хорошо, давайте-ка мы тогда пока что это пообъединяем и покупаем остальные вот эти вот, ребяточки, шарики. Так, ещё покупаем один шарик, и у нас, в принципе, денег здесь довольно-таки много, да? Так, хорошо. Ещё, в принципе, один шарик мы с вами покупаем, ребятки, и давайте-ка попробуем качнуть эту руку. Так, до пятой эволюции. О, смотрите, она уже стала чёрная. Чёрная. То есть, чёрная рука стала. Больше вроде бы прокачать я пока что ничего, ребяточки, не могу. То есть, рука у нас прокачивается, прокачивается скорость её выстрела, прокачивается урон, и прокачивается, по-моему, скорость вообще передвижения этой руки. То есть, на данный момент у нас реально очень крутая рука, а это только третий уровень, представляете? Если вы захотите продолжение по этой игре, просто напишите в комментариях, и я с радостью в неё, ребятушки, ещё сыграю. Так, здесь у нас, в принципе, дополнительных рук нету, мы не можем, ребяточки, их выбрать, но, ну да и ладно, знаете, не во всех же уровнях будут вот эти вот дополнительные руки. Но, скажу вам честно, чем больше здесь рук, тем лучше. Так, хорошо, давайте-ка будем пробивать, ребятки, пробиваем эти блоки, и сколько денежек мы на этот раз заработали? Тысячу шестьдесят денег. Это тоже, в принципе, неплохо. Так, я думаю, что мы сейчас с вами сможем ещё немножечко прокачать, да, нашу руку, отлично. Посмотрите, какая она снова поменяла другой, она снова другой вид приобрела, эта рука. Я даже не знаю, что это за Человек-паук такой мощный, да, с такой вот чёрной рукой. Так, и я вижу то, что вдалеке мы с вами можем, ребятушки, получить ещё руку, и я думаю, что мы реально сможем это сделать. Так, раз, два, три, четыре. Так, нужно просто четыре удара нанести. Вот ещё наша дополнительная рука, ребятки, отлично. Ну, всё, мы железно уже все последующие руки, мы железно с вами сможем их забирать себе. Так, я вижу то, что у нас здесь будет целых пять штук. Ребят, ну, единственное, что такие скиллы, как скорость выстрела и дальность выстрела, мы с вами, ну, не сильно хорошо так прокачали. Ладно, пробиваем, ребятки, две полосы, собираем денежки. Так, и, в принципе, только 500 монет мы сработали. Ну, довольно-таки, если честно, маловато. Сейчас мы не сможем, ребятушки, прокачать нашу руку вообще никак. То есть, какой она была, такой и осталось. Это, кстати, впервые. Обычно мы всегда их немножечко прокачивали с вами. Так, хорошо. Я очень сильно надеюсь, что, ребятушки, в скором времени, а ещё в сегодняшнем ролике, мы с вами откроем руку Таноса. Я уверен, что здесь очень много рук. Ну, просто, когда я скачивал, ребятушки, эту игрушечку, я видел скины. Ой, скрины, ребят, извините. Я видел скрины по этой игре, и здесь реально много рук. По-моему, что после руки Таноса идёт рука Железного Человека, ребят. И каждая рука имеет свою способность. То есть, если рука Человека-паука стреляет паутиной, то, допустим, рука Таноса, она, скорее всего, будет, ребятки, щёлкать пальцем. Так, ну что ж, я думаю, что мы, наверное, сможем с вами уже до неё добраться. Давайте-ка попробуем. И да, действительно, ребят, мы добрались с вами до новой руки. Ещё заработали 3276 денюжек. Так, смотрите. То есть, получается, сюда мы можем поставить только от восьмого уровня, а сюда от пятого. Ну что ж, давайте мы тогда прокачаем, кое-что прокачаем, чтобы оно было у нас восьмого уровня. Так, хорошо, у нас уже, смотрите, ДНК троечки появляются. Так, отлично. Хорошо, и нам нужно до восьмого уровня. Обязательно, ребятки, до восьмого уровня прокачать. Так, пятёрочка, в шестёрочку, в семёрочку, и вот восьмёрочку можем уже вот сюда вот поставить. Ну и сейчас, что получится, ребятушки, поставим с вами на вторую позицию. Вот как-то так вот. Ну что ж, поехали, посмотрим. Да, видите, что я вам говорил? Новая способность. Это, я так понимаю, ребятки, мы можем поменять руку. Либо оставить руку Таноса, либо поменять руку на Железного Человека. Так, ой, смотрите, как они круто растворяются. Ха-ха-ха, как же прикольно. Реально, очень крутая, ребятушки, игрушечка. Так, хорошо, продвигаемся дальше. И, смотрите, у нас есть дополнительные руки, но я вижу то, что эта рука как-то медленно бьёт, ребят. Я думаю, что мы не сможем взять дополнительные руки. Хотя, странно, по идее, эта рука должна быть сильнее. Но она почему-то слабее, ребят. Если бы мы могли быстрее немножечко щёлкать пальцем, было бы, конечно, немножечко лучше. То есть, нам нужно поработать с скоростью, ребятки, этой руки. Так, 350 денежек мы заработали. Не так-то уж и много. К сожалению, ничего здесь прокачать я пока что не могу. К огромному сожалению. Ну, ладно, приступаем к следующему уровню. Может быть, здесь нам, ребятушки, повезёт. Так, я вижу, впереди скорость выстрела мы можем с вами прокачать. И мы можем прокачать ещё, конечно же, урон. Я думаю, что это нам понадобится для того, чтобы мы могли новую руку с вами забрать себе. Так, ну, пока что рук я здесь, ребятушки, не вижу. Ребят, если вы ещё не подписались на мой канал, самое время подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, но мне будет очень и очень приятно. Так, дальность выстрела ещё, конечно же, берём. Так, давай, 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 давай. И... Ну же, наносим удары. Но я думаю, что мы, ребят... Да ладно, я не смог забрать руку, потому что здесь, помимо того, что мы медленно с вами стреляем... То есть, ну, она как бы бьёт круг, это её такая способность. Но единственное, что дальность выстрела и скорость выстрела у неё меньше, чем у прежней руки. Все наши скиллы уже прокачаны, ребятки, до восьмого уровня. И я надеюсь, что сейчас этой силы будет достаточно, чтобы выбивать себе дополнительные руки. Я понял, что здесь лучше, конечно, прокачивать не так скорость выстрела, как дальность выстрела, когда вы играете вот за эту руку. То есть, чисто из-за того, что дальность выстрела у нас довольно-таки маленькая, мы с вами не успеваем, ребятки, выбивать себе дополнительные руки. Так, вот здесь у нас будет скорость выстрела быстрее и дальность. Так, раз, два, три, четыре и новая рука. Отлично, видите, мы немножечко наши скиллы прокачали и с лёгкостью можем с вами собирать дополнительные руки. Так, отлично. У нас уже, как минимум, будет, ребятки, четыре руки. Я думаю, что дойдем мы очень и очень далеко с вами. Так, вот еще плюс одна рука. И здесь вот, ребят, смотрите, у нас есть выбор. Мы можем поменять эту руку на руку Человека-паука, либо на руку Таноса. Ну, как бы мы оставляем, ребятки, руку Таноса. Посмотрите, как она разрывает. И как я вам говорил, что следующая рука после руки Таноса будет рука Железного Человека. Вот, собственно говоря, и она. Я еще немножечко прокачал руку, ребятки. У нас уровень 8, уровень 9. Посмотрим, может быть, сейчас она будет покруче, ребятушки, стрелять. Так, и мы, может быть, с вами все-таки сможем с легкостью брать дополнительные руки. Так, нам нужно дальность выстрела прокачать обязательно. Если вдруг здесь будет где-то еще одна рука, ребят, вот сейчас мы точно сможем ее достать. Потому что дальность выстрела у нас довольно-таки громадная. Смотрите, уже какая. Мы уже реально очень далеко бьем с вами, ребят, очень далеко. Но видите, когда у нас, в принципе, очень круто все прокачано, мы с вами... Здесь нет дополнительных рук просто. А нет, все-таки есть. Но только одна, ребятушки. Одна рука под конец. В принципе, мы с вами ее выбьем. Но я думаю, что она нам сильно не поможет, ребят. Мы прям очень далеко сейчас не дойдем. Так, ну дополнительную руку мы выбиваем. Конечно же, у нас их уже две. И очень буду, ребятушки, сильно стараться с вами еще сегодня открыть следующую руку. Ну, будем, ребятушки, как говорится, будем посмотреть, да. Посмотрим, или смогу я ее открыть. Так, объединяем еще вот эти, вот эти скиллы. И пока что, в принципе, все. Да, больше я ничего не могу, ребятушки, объединить. Ну что ж, вот такая, собственно говоря, была игра. Если она вам понравилась, обязательно подписывайтесь на мой канал. Но пока что я буду заканчивать, ребятки. На этом все. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачки. И пока.